Подмосковье, Татарстан, Крым. В Нарафаминске прошел круглый стол, посвященный вопросам межнациональных отношений. Основной темой обсуждения стал опыт работы общественной организации «Татарский национальный центр Московской области». Среди участников мероприятия были также и гости из Российской республики Крым. Круглый стол Подмосковье, Татарстан, Крым. В Нарафаминске собрал представителей правительства Московской области, местного самоуправления, общественной палаты, руководителей национальных и общественных объединений. О самых успешных практиках в установлении партнерских связей между Подмосковьем и Татарстаном рассказали члены организации «Татарский национальный центр Московской области». Это книга из памяти и славы об уроженцах Татарской ССР, кто родился в Татарской ССР, только родился в Татарской ССР, погибших, умерших от ран и пропавших без вести в ходе битвы под Москвой и похороненных на территории Московской области. Также уже 12 лет Татарский национальный центр проводит праздник Сабантуи в России. А сейчас организация разработала проект «Подмосковье. Крым. Севастополь». Это ряд мероприятий, посвященных возвращению Крыма в Россию. Среди них выпуск альбома с песнями подмосковных авторов о Крымском полуострове и сотрудничество с Межнациональным центром культуры и творчества женщины Крыма. Это радует то, что люди не боятся ехать в Крым. Они действительно соскучились, это чувствую. И, конечно же, крымчане терпеливый тоже народ. И, наверное, ну, может быть, нужно было испытать Крыму этот 20-летний период, скажем, у власти Украины, чтобы потом понять, на самом деле, кто мы есть. Кроме того, на мероприятие активно поднимались темы образования во всех субъектах Российской Федерации в связи с увеличением количества детей-мигрантов в учебных заведениях, а также проблема корректной работы средств массовой информации в теме межнациональных отношений. С темы межнациональных и межрелигиозных отношений в наших средствах массовой информации освещается, мягко говоря, недостаточно, а иногда, и таким образом, что основано только на каких-то неких вырванных из контекста жареных фактах. Это свидетельствует только лишь об одном, что у нас очень мало тех людей, которые могут правильно освещать эти события. Успешным опытом в области освещения межнациональных отношений в ходе мероприятия поделилась Екатерина Дегтярева, генеральный директор телеканала ЛРТ. Кроме того, в рамках своей деятельности председателя комиссии по межнациональным отношениям общественной палаты городского округа Люберцы она рассказала о том, как развивается сотрудничество между люберецкими национальными организациями. У нас в городском округе Люберцы где-то около восьми национально-культурных автономий. Они все активно участвуют в жизни города. Наш телеканал уникален тем, что мы специализируемся на освещении межнациональных отношений не просто праздники, мероприятия, круглые столы, все, что связано с официальными мероприятиями, но и также делаем социальные, патриотические, интернациональные ролики. Хочется всем, кто победил, сказать огромное «Мадлаба», что с грузинского значит «Спасибо». «Спасибо за победу». По результатам круглого стола было решено рекомендовать использовать опыт Татарского национального центра Московской области на муниципальном уровне для установления побратимских связей между городами Московской области, Республики Татарстан и Крыма. И кроме того, больше уделять внимание подобным вопросам в средствах массовой информации. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.